ребят всем огромное здравствуйте с вами как всегда лёха каждый год мы с мужиками собираемся идем в баню на самом деле нет каждый год мы с наташей проводим обзор на шашлыки на готовые шашлыки от компании ленты ok нам действительно это интересно а почему интересно потому что это очень востребовано многие я всегда читаю комментарии под этими роликами их уже было два и много собирается людей которые начинают утверждать о том что никто их никогда не покупает мета вопрос если никто никогда не покупает зачем это продают я могу сказать так как мы часто затариваемся и в оке и в ленте я вижу особенно по пятницам какое количество ведер уходит вот ты едешь на тележке да я подглядываю в чужие тележки имейте ввиду я вижу сколько берется этого с какой стороны можно это рассматривать я считаю что я никогда их не покупал не покупаю и не буду покупать однозначно по той причине что я уже убежден в том что это делается как бы над и жизнь все сегодня мы проверим что изменилось и изменилось ли вообще в этой теме ребята я всегда считаю за то что нужно это делать самим это не занимает много времени взяли свиную шею например добавили соль перец залили водой можете залить там кефиром кто чем заливает и все это два часа как показывает практика мясо уже немножко промаринована с точки зрения удобства и европы когда мы были в европе ты прекрасно помнишь финляндию в которой огромное количество целый прилавок посвящен грилю что ты понимаю я это брал там я всегда говорю ребята почему это там делается хорошо почему у тех у европейцев нету мазы нас обмануть а у нас все происходит по-другому говядинка свинина подходит куда ее девать давайте замаринуем и уксуса побольше бахнет сюда ладно короче бомбить на эту тему не будем сегодня я взял четыре ведра на самом деле ролик делался изначально из-за куриного шашлыка который делает компания ленты окей но параллельно я забрал рыдноразвес шашлык от компании лента и ока компания какие то есть не брендированные ведра посмотрим что они делают на развес от компании лента куриный шашлык на кости он весь разный здесь ведро 1 килограмм 600 грамм сразу говорю это чистый вес продукта я высчитываю так это два килограмма значит обойдется он 421 рубль за 1 килограмм 210 рублей 50 копеек за чистое мясо мы высчитали 263 рубля за один килограмм а киевский шашлык куриный без кости один килограмм было 500 грамм да получается это вместе с маринадом а мы считаем без маринада чисто за мясо 1 килограмм 200 грамм 472 рубля 50 копеек за один килограмм нас попросят 314 рублей и за чистое так за чистое мясо от этой с маринадом начале посчитал 314 и без маринада у нас чистое мясо получается 393 рубля что касается ведер шашлыка и свинина здесь к сожалению масса стоит только вместе с маринадом поэтому свина свинина шея взял посмотрим что они с шеи делают один килограмм 477 грамм 630 рублей и за один килограмм нас попросят 449 рублей 39 копеек и вы знаете сегодня я понял что это не так дорого с учетом того что цена сейчас на свиную шею в петербурге варьируется где-то от 330 до 400 рублей вообще сегодня еще поговорим об этом ладно свинь значит от окея свинина лопатка один килограмм 748 грамм 471 рубль 79 копейка за один килограмм 269 рублей 90 копеек вообще на лопатке самый беспонтовый на мой взгляд шашлык но честно нет он получается может быть вкусный но и очень легко пересушить шея всегда идеальный вариант вот ну ты вспомни поскольку мы брали лопатку раньше для себя да ну ты получаешь но она суховато и вот от шеи все-таки ну да смотря сколько смотря сколько мариновать давайте вскроем посмотрим что нас ждет внутри посмотрим по весу не обманывают ли нас первым у нас идет куриный шашлык от компании лента давайте посмотрим ну вот выглядит он таким образом давай покажем с тобой весы на них стоит у меня сейчас дуршлаг стоит я просто при вас это делаю 1 обнуление тары что прословите 0 ну давайте вот так 0 все что я уже учу все ошибки того тех выпусков что я там кого-то хочу затопить ленту меня пятерочка заказала чтобы я затопил кого-то вот это мы получаем с вами куриный на кости от ленты вот такие вот куски голени обрезанные может быть обрезанные не самое лучшее слово для кулинарного шоу сейчас будем все это вот ведь это правда голень просто без вот этой вот ножки хотя в этой ножке есть свой плюс но вот это вот вообще кусок ну понятно что здесь кожа это вообще непонятно что а это да это от бедра часть чем сейчас мы все с вами переколбасим посмотрим сколько у нас все тут видите перец острый попадается ну вот я вам скажу так я как человек который но очень много раз сделал шашлыки чаще всего даже бедра еще что-то ты берешь и без кости это получается все прям фантастически хорошо и вот этот маринад кстати вот этот перец даже да вы такая беспонтовая тема но правда вы вот это болгарский перец поверьте мне он маринада вообще ничего не у меня такое чувство что за перчик застаивается существенно киньте для красоты смотрится то красиво но болгарский перец вкус мясу никак не может передать но смотрите как это все выглядит замечательно то есть это надо жарить естественно будет нам с вами на решетке до готовьте сегодня будет длинный выпуск лег сегодня про вы говорится на все 200 процентов то что меня тема вот это бесит я хочу наоборот пропагандировать чтобы люди делали свое это мясо сами мариновали чтобы понимали как это все происходит осталось два куска у нас вот давай сейчас наташ покажем еще раз вот здесь подожди что вот здесь ничего у нас нет видите и того у нас вес получается он еще скапает 1 471 обратите внимание вот сейчас я слил отсюда воду которая была но типа маринад посмотрите и все равно все течет ну ладно давайте зафиксируемся на вот этой вот с вами цифре 1 417 а должно быть 1 600 200 грамм вот сейчас нас уже на ровном месте обманули я по-другому ну а как курица не могла бы по-другому это все сделать то правильно но я логично говорю что она испарилась в маринаде это курица или что следующее идет у нас куриный шашлык от компании окей ребят когда я говорю от компании естественно для них это кто-то делает это понятно и здесь было специально сделано да вот тут даже написано сделано специально для ленты но вот у меня полное ощущение что это лентовский шашлык правильно раз то специально для них сделано но это как собственно торговая марка здесь тоже самое и так давайте более классическая по форме ведро посмотрим что здесь здесь по идее у нас чистый вес должен с вами быть 1 и 2 килограмма давайте смотреть что нас ждет здесь и так это бескостная это конечно плюс большой не 200 грамм офигеть слушайте маринад вот опять болгарский перец вот правда почему такое ощущение что она подходит они такие ну куда куда для красоты давайте закинем понятно что даже не в ленте все делается если так то уже разбираться и не в океи и так у нас осталось вот эти небольшие куски я их тоже докладываю жир пусть тоже здесь будет что у нас по весу здесь с вами происходит 1 436 а здесь на 230 грамм больше это как-то вообще совпадение не думаю дальше у нас идет шашлык и свиной шеи от компании ленты это вот которая на развесник знаете где у них кулинарии вот это все она выглядит вот так у нас с вами давайте сейчас я сюда положу куски ну я конечно нарезаю поменьше посмотрите нет но вот объективно я все понимаю наташка может быть для решетки это удобно но для шампура ребят я конечно понимаю что на кавказе делают вообще вот такие вот куски но вот на мой взгляд чтобы хорошо и вкусно зажарить ну ладно это уже докапываться знаете это вкусовщина кому-то так нравится кому-то нет но приходя на природу посту ну ладно да это правда так а вот за этого мы не будем последний кусок идет лук я сюда уже не отправляю ну давайте более-менее здесь все с маринадом они указывают к сожалению чистый вес давайте взвешивать и смотреть вы помните что была тарина вот с этой штукой то сейчас мы получаем вес 1 сколько не вижу наташи 398 1 397 а у нас по факту посмотри пожалуйста сюда 1 477 хорошо давайте пойдем так давайте мы возьмем весь маринад посмотреть смотрите вот все что осталось я добавляю сюда я добавляю сюда давайте посмотрим с маринадом может быть они считали должно получиться один 440 477 я уж не знаю может надо вот так вот сделать тогда будет до вес но это дело все при мне ну вот давайте окончательно короче не хватает 20 грамм скорее всего они здесь поэтому здесь с весом все нормально только здесь это вес вместе с маринадом далее у нас с вами идет шашлык вот компании окей свиной лопатки по весам при вас делаю чтобы видели что у нас все обнуляется все обнулилось теперь идем сюда и смотрим нам нужен вес здесь что был 1748 но опять же мы не знаем это же вес с маринадом скорее всего здесь так как в кефире давайте она здесь сделаю вот такие вот куски здесь находятся лука много кефир здесь присутствует запах не самый поганый опять же ты какой классный кусок вот его очень здорово поместить было бы на шампур думаю ничего не пригорит вот она знаешь она вот к сожалению ребят я понимаю что это люди работают которые вы посмотрите какой кусок жира да классно такого жира поезда вообще от души когда делаешь для себя конечно же ты делаешь хорошо жаль что магазины и тому подобное не понимают что они должны для людей делать также хорошо если ты делаешь продукт для ленивых ну посмотри ну просто вот просто кусок сала вот как вот это нашампуривать давайте ставить смотреть что здесь получается чистый вес непосредственно свинья должен быть что вы еще раз поднимали 1748 а здесь ну вот остальное это маринад правильно ну давайте выливаем маринад сюда весь и смотрим вот час я лука и сюда добавлю что хорошечно было как говорится делай хорошо будет хорошо поспал покажи пожалуйста ребятам что пустая ведом ведро пустое да у нас получается 1720 правильно еще раз на ценник мой на чек 1748 ну опять же 20 грамм на скорее всего здесь можно на скрипти да вот они итак первую стадию мы с вами прошли мы посмотрели недовесы что мы получили с вами давайте говорить о курином шашлыке лента это не довезу 200 грамм но сложно докапываться и звонить им потому что они стали хитрее если в том году была четкая наклейка лента что это делает лента понятно по заказу здесь там написано специально для ленты но ребята родненькие 200 грамм с одной вот вот только с одной вот этой вот посудины 200 грамм а теперь представьте пятница я им клянусь вы с наташкой лично видели как люди затаривают 45 а вы представьте а где-то 250 ну как это так у меня просто на самом деле если не звонить никого не буду я просто лента вот так вот вот это у вас написано что сделано для вас а значит вам вам как бы насрать на это причем мы взвесили вместе с контейнером и этой жидкостью всей вес получается нормальный но вот так эти ребята обратите внимание делают шашлык специально для вас а специально вы продаете это специально для нас 200 грамм ну 200 грамм это по сути голяшка вот такая хорошая и вот это везде понимаете надо где-то наёжить вот везде это три года мы это битой херней уже занимаемся и три года одно и то же лента имейте ввиду я конечно не уверен что меня оттуда смотрят но это делается вот так если вам не стыдно что понимаете что самое поганое что мне не нравится что такой хренью какой я занимаюсь здесь занимаюсь мне кажется только я мы с вами идем на шашлыки это же удобство еще раз повторюсь вы чё будете с весами идти я просто стараюсь показать быть вашими глазами то что вы не будете делать поймите вот так это происходит ну купите в эти голени ну замаринуйте в соевом соусе и в чесноке замаринуйте в шире рачи в чем угодно вообще на сами наташа это полный трындец вот объективности ради но 200 грамм это немало это реально немало и представь что ну ты посчитай 200 вот этих ведер и сколько это уже килограмм получается ну да да я просто кто да да ты все правильно говоришь это вот это это же все деньги которые с нас берут это вот нас взяли просто за воздух понимаете вот мы за воздух вот этот заплатили деньги за маринад очень выгодно делать жидкий маринад очень выгодно потому что им пришла не взвесили все в порядке а что там внутри больше жидкости или мясо как случай окей да здесь 200 плюсом не знаю либо это они как-то созвонились пока я ленту проверял попросили довезать следующий ну это все конечно же это все глупый юмор петросяна мой соответственно здесь 200 плюсом ну как бы это приятно и хорошо вопросов какие нет в том году было хуже по плане свинины что касается ведер и свинины напишите в комментах вот кто делает такие огромные куски я например не понимаю если да по поводу запах здесь все в порядке здесь брусничный маринад ну вот правда я могу придираться что наташа говорит пахнет реально брусника мне кажется что еще вот какой-то такой нездоровой кислинкой пахнет по дате если вы сегодня это видите да все сегодня у нас 24 числа сегодня с утра это было куплено вот это сделано 15 у него срок годности 10 суток здесь все вот так здесь запах нормальный абсолютно куски зачем такие огромные это уже дело такое кто то ли кто на решетке готовит тем скорее всего удобно на шампурах вот это вот на шампурах пожарить будет крайне сложно итак теперь я все это дело сейчас курицу прожариваю на решетке а это на шампурах и давайте посмотрим во первых как долго это все будет готовиться я вам об этом расскажу будет ли сильно капать влага как это было в том году выезжая вот мне одному зовут за нас обидно вот ну честно мне реально вот стыдно за них ну 200 грамм наташенька я только знаешь что представляю мне только знаешь за что обидно за то что я понимаю вот эту вот механику мозга которая у них отвечает за прибыль и это вот все работает так чистый вес по курицы ленты чистый вес по курицы за лента цена да 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 263 рубля чистого веса ну да 52 рубля а что это значит у нас можно наегоривать ладно все давайте все это дело пожарим и попробуем и сделаем заключительные выводы да да я согласен еще раз повторюсь курицу мы будем готовить на решетке она у нас идет сюда вот это чтобы вы понимали это у нас а киевская это которая специально для ленты сделано и мясо это шея от компании лента а это лопатка от компании окей сейчас посмотрим сколько по времени все это будет готовиться и попробуем что по поводу приготовления это у нас шашлык от ленты шея давайте посмотрим все он единственно что из-за красного маринада кажется что у нас сыроватая на самом деле нет готовил я ее ровно 11 минут теперь что касается шашлыка от компании окей ребят здесь короче все эпично потому что мы делали 20 минут воды немного льет но она вот еле-еле за 20 минут приготовить толстые куски еще дожариваются ну то есть смотрите что вы понимали при одинаковых условиях вот видите вот чуть-чуть вот здесь бы хотелось бы чтобы дошло да но все-таки что касается курицы это у нас часть от ленты вот она видно что приготовилась за те же самые 10 11 минут это у нас идет океевский бескостный шашлык все готово я думаю что дегустацию надо начать с курицы 1 у нас идет это бескостный окей запах не могу сказать что противно пахнет вполне себе нормально по вкусу давайте первое это маринад маринад здесь абсолютно обычное ощущение такое что используется соль и перец но при всем при этом нет никакой уксусности на чего-то такого резкого неприятного по вкусу и по запаху в том числе но вот вы знаете как я люблю что все работало до в нашем мире когда тебе что-то нравится ты идешь и покупаешь давайте условность какую-нибудь сделаем например вам нравится компания сяоми да вы купили от них телефон такие блин качественный телефон то и вас уже немножко доверия появилась да и вы такие мне нужна например электрошвабра вы уже будете с таким вниманием того что люди делают качественно и вернетесь из-за того что какие-то фишки интересные инновационно здесь все что людям надо сделать это интересный маринад я повторюсь в моей жизни это был помнишь я неоднократно рассказывал это был комовский шашлык который действительно было ощущение вот это прикольно да барбекю соус все красиво вкус чувствуется немножко остринка здесь просто просто пустая курица вы можете натолкать туда чего угодно болгарского перца все что у вас осталось но болгарский перец ребята это смешно ну смешно но болгарский перец ничего не даст особенно если вы все это заливаете либо нет в общем целом курица нормальная но я бы ее не стал больше покупать дальше у нас идет лентовский лентовский куриный шашлык запах не знаю вроде пахнет просто жареным мясом лентовский куриный шашлык это выброшенные деньги это пересол вот вы знаете ладно я не очень люблю соль я мало себя добавляю наташечка радость моя ты знаешь и мы все ребята вы все прекрасно знать наташи это мой оператор моя двоюродная сестра золотца ты всегда любишь немножко пересолена да чуть-чуть чуть-чуть это для нее пересолена для меня это ощущение что у меня рот час принимает солевые ванны это встает комом в горле вот так здесь и при всем при этом есть небольшая остринка да это мягко да это нежно но это невкусно я понимаю зачем там соль нужна была вот это выброшенный вот 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 ребята просто врубитесь вот за эти деньги нас на егорили на 200 рублей во-первых ой на 200 грамм а во-вторых это просто никчемные никчемная курица я опять же ничего не хочу сказать то купи вот купите вы эти голени замаринуйте их в соевом соусе и это будет вкуснее шире рачки добавьте туда для остроты а здесь такое чувство что добавляет просто вот этот чувак который солит он просто час вот так стоит и солит вот туда эту соль невыносим это невозможно есть я не придуриваюсь я абсолютно не придуриваюсь окей теперь у нас идет окей шашлык свиной лопатка которая до сих пор готовится вот наташа только что разыграет еще не готова 20 где-то уже 2 23 минуты прошло запах я скажу так для лопатки в целом это нормально да она не блещет идеальный какой-то великолепной сочностью но вот большие куски вы видели но вы не видели нет смысла это показ можете мне поможете мне не верить это без разницы нету задачи никого утопить в этом всем есть задача показать на что на то что можно улучшить и сделать хорошо для людей соли нормально всего хорошо но я опять же не становлюсь потребителям этого продукта почему да потому что это просто соль и перец кефир ну может чуть-чуть кислинка есть я вообще в айра не люблю мариновать чем мне нравится что это быстрый маринад но мне больше нравится формат шеи вот буквально на два часа оставили все свиньи так свинина лопатка 269 получается что касается стоимости за 1 килограмм 269 рублей ну по сути это стоимость лопатки есть вы знаете что мне нравится честно вам скажу по балабольству малеха я недавно был у друга у него там есть одно заведение бередикс называется на долгоозерном рынке и мне очень понравилась политика партии там у них продается я тебе тоже рассказал что ты не в курсе у них продается мясо будь то свинина будь то говядина курица и тому подобное знаешь чем фишка они тебе говорят вам в чем-то замариновать ну давайте может быть замаринуем они реально я вам клянусь они нарезают шею при тебе куски спрашивают какие какой маринад быстрый не быстрый что-то предпочитают они берут все по рынку быренького чуть-чуть базилика вот этого все чтобы тебе не покупать кусты базилика да вот эти которые ты используешь два две веточки если у тебя нет дачи и не растет она они все это быстренько миксуют отдают и я это пробовал это круто оно сделано при тебе за маринад ничего ты платишь просто за мясо ты врубись вот фишка я бы блин вот настоятельно рекомендую конечно понимаю что может быть это геморрой на для гипермаркетов вот если вы поставите дядечку в мясном отделе который будет при них это делать все отбоя не будет и не берите вы деньги за этот маринад сраный он беспонтовый но возьмите сделайте 4 базовых маринада сделайте на киви которые быстрые например сделайте на иране на кефире соль перец например на базилик еще что-то и когда люди увидят своими глазами вот это вот это прикольно это классно и тебя не и тебе и ну берите там за эту услугу 20 рублей ну правда я не знаю как это все формируется но я пробовал это классно а вот это вот но это обычно у ленты это вообще пересол сейчас попробуем что с этим шашлыком так хочется что делали к ну правда ведь идея готового шашлыка она имеет место быть для тех людей кто приходит пятницу поздно нету времени замариновать ноги работают долго жены нет например как у меня я все равно нахожу время замариновать мясо ну серьезно может быть правда но нет вот возможности такой и это было бы дико удобно если бы ты понимал ты доверял вот это я бы гордился и я в ленте купил вот классно или в океи там дяденька при мне все это сделал чуваки вы не поверите это бы завирусилась бы все выходили на этом можно сделать фишку а вот эти ведра сраные просто затрахали уже вот наливать вот сюда вот этот вот маринад который да вот вот вместе с этим платить я не хочу платить за этот кефир не знаю какого он качества ладно ведь люди не придут к задним шашлыком к вам они получу пивка купить там лимонада сока булки еще чего-то давайте ладно все что-то меня расколбасило вы знаете казалось бы как можно испортить свиную шею но невозможно ну добавь соль добавь перец добавь немножко оливкового масла обычного масла добавь кефира добавь опять же чего угодно туда через гранатового сока опять же здесь опять лютый пересол мне кажется это опять опять не кажется удивительно это что для соли едов сделано ну как можно было шею загубить ну правда я не понимаю брусничный маринад ну какая-то фишка в этом есть правда немножко отдает вот это ягоды небольшая кислинка но потом просто идет взрыв солевой и куски нормальные хрен бы с ним что они порезанная даже крупно может у нас все вы как бы любят это я вот один такой люблю вот такого формата кусочки ну ребятки родненький ну пожалуйста ну поработайте вы с этим но поработайте чтобы это я еще раз я согласен даже уже с ценой я у меня ну правда за день килограмм 449 рублей ну полтосик вы себе накрутили до с этой шеи но маринадом можно немножко поработать даже не в плане брусника хорошо все отлично но почему это так солено но мы же все прекрасно понимаем зачем вы это добавляете соль туда потому что это консервант потому что скорее всего да скорее всего миска подходила куда его загружать лето же надо же бабки то отрабатывать куда но не выкидывать же но это я не знаю под какие вкусы вот наташка но под мой вкус это это жищайший перед это стоит комом в горле в общем вывод опять такой же я не знаю интересно вам смотреть эти видеоролики нет потому что все что я получаю мне хочется именно знаете для чего эти ролики для того кто их смотрит чтобы они видели как это наёживается потому что я понимаю что не каждый есть возможность взвешивать с весами но это только я вот еще раз я такой дебил могу при ну я иду вы не думаете что с друзьями как собираемся с весами прихожу дело не в этом просто вы это делать не будете я показала показываем наглядную картину всего этого по вкусу может у меня что-то не в порядке но это соль галимая соль и никакой брусники и вот мы болгарского перца туда нагрузили чили дыхать красные икры вы положите вы поймите что приобрет болгарскими это смешно я первый раз такой жду болгарский перец вообще никак вкуса не дает я пробовал это делать ну реально я маринаду в куче дебильных перепробовал но болгарский перец это самое бесполезное он будет давать вкус воды паприки добавьте туда это больше вкуса будет если копченая главная задача поработать над маринадом сделать хорошо и не маскирование им не маскировать горимые куски мяса вот и все если понравился данный ролик разумеется ставьте пальцы вверх если нет пальцы вниз с вами был как всегда лёха грильков подписка на канал выскочит здесь ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока родники ребята я вас очень прошу пожалуйста готовьте это сами но это несложно ну просто мне обидно не надо поддерживать вот эту ахинею каждый раз когда вы покупаете это ведро вы поддерживаете вот эту вот тему пусть нормально научиться пусть поставить дедушку который будет хер иначе вкусные маринады ну бабушку какого угодно а вот уважаемым компаниям ленте окей я их правда уважаем и покупаем там продукты ребят но осадочек то остается а вас они они о компании какая вот в данном случае санкт-петербургская куриная компания у меня полное ощущение что это для вас делается тоже здесь на специально для ленты или может быть эта компания думает что вы дерьмо и дерьмо для вас делает задумайтесь все пока пока